Город Тулун практически полностью оказался под водой после масштабного наводнения в Иркутской области. Из него эвакуировали более полутора тысяч жителей. А в 15 километрах от затопленного Тулуна в деревне Булюшкино уже несколько суток стоят сотни фур. Водители-дальнобойщики везли грузы на Дальний Восток и в другие регионы по федеральной трассе. Но из-за наводнения вынуждены были прервать путь. Мы поговорили с Андреем Ереминым. Он уже несколько дней живет в кабине своего грузовика. Все обочины туда в сторону Красноярска. Все забито грузовиками. Люди стоят, водители. Грузовиков туда дальше не пустили. Здесь полиция нас просто остановила и сказала, что трасса закрыта, город утонул. Я не знаю, сколько там машин. Две тысячи три. Потому что останавливают уже машины задолго до подъезда к этому месту. То есть по обочинам километров на 10, наверное, точно все уже забито. И мы ожидаем, что после проверки дорожных сооружений, мостов, может быть, какого-то ремонта там, если он потребуется. Надеюсь, что все-таки нас трассу откроют и нас пустят. Потому что очень много груза зависло, естественно, который шел на Дальний Восток и оттуда тоже. Здесь все. Здесь и продукты. У меня арбуз, например, у людей Скоропорт, и молочная продукция. Ну, в общем, все тут. Фрукты, овощи, и оборудование всякое для энергетиков, для нефтянки. МЧС полиция прогнозов не дает. Сами понимаете, что природа здесь прогнозировать тяжело. Потом под водой долгое время были мосты, сооружения, и непонятно, в каком они состоянии. Если бы я обладал информацией, что здесь чрезвычайная ситуация, и тонут города, и трасса могут перекрыться, то есть я бы просто суда не взял бы груза, в эту сторону не поехал. Вот, в общем, информации не было. Я сюда поехал, вот, в результате подстаю. Вода в Тулуне поднималась так быстро, что многие люди не успевали взять даже документы. Эвакуация происходила в спешке. Многие жители не смогли отпустить сыпи своих собак, забрать их с собой. О том, какую картину видели волонтеры из Иркутска, которые вчера поехали в Тулун, спасать животных, рассказала одна из них, Анна Файвкина. Мы туда ездили помочь спасать собак, которые оказались там в опасности. То есть, ну, было наводнение, естественно, что спасали в первую очередь людей, а много очень животных оказалось в беде. Это просто хозяйские собаки. Дома топило моментально, поэтому у людей было буквально 15-20 минут на сбору, чтобы выбраться. И не у многих получалось взять с собой животных. То есть, они оставались в оградах. Некоторые, к сожалению, даже с цепей их не сняли. Ну, и, соответственно, когда топило, естественно, что люди туда по воде уже не могли добраться. Нам очень помог МЧС. Мы с ними добирались. На крышах много собак, зажатых собак. Ну, там всегда страшно. Гори работали, спасали, повезли потом в Иркутск. Спасли порядка, наверное, 50 собак. Тулун был затоплен не полностью, на другой конец города. Кстати, там находится администрация. Вода не добралась, люди могут оставаться в своих домах. Как живет сейчас затопленный Тулун, мы узнали у администратора сообщества ВКонтакте. Подслушано Тулун Вадима Ливанова. Ну, как бы администрация сказала, что, ну, будет 10 метров. У нас, как бы, стоит дамба, стояла в городе. Говорили, что она будет же 10 метров. Потом просто там прорвало шлюз с другой стороны. Она была пониже, что сделана. И вода просто потом пошла. Первые сутки она, через, скажем, 2 часа, вода по 10 сантиметров прибавлялась. 27-го уже числа, когда дамбу уже прорвало, там уже она по полметра, по метру вот так начала каждый час подниматься. Я нахожусь на другой половине. До меня вода не дошла. Это на левом берегу, получается, где администрация города. Кого людей эвакуировали, их расселяют? В первой школе, в 25-й школе, в гимназии. Там привозят гуманитарную помощь, воду, теплые вещи. В 84-м году было, но там было 11 метров. А сейчас 13-14. Ну, там даже было тогда меньше разрушений, затоплений. Это самое крупное. Да это просто какой-то хаос, я не знаю. Как бы люди без ничего, можно сказать, полгорода осталось. Просто беженцы, бомжи.